всем привет сегодня в ремонте mercedes astro 550 будем ремонтировать чуть-чуть перед и так помят немного капот куда-то уперся немного палаткой немного перед ремонт усложняется тем то что капот крылья почти вся машина из алюминия и тут главное его при ремонте не сломать чтобы он нигде не треснул также помят верхняя часть телевизора слава богу это из металла не будет все попроще начиная все с разборки снимаю куски бампера внутренней части которые остались на машине телевизор балку бампера но и все остальное качестве таких мелких игрушечек здесь предостаточно на балке крепится омыватели фар поэтому балка должна довольно таки точно стоять при сборке но снял балочку затем снимаю верхнюю часть телевизора и практически мне больше ли снимать ничего не надо на на первый взгляд лонжероны стоят на месте то есть удар пришелся по верху подключаем трос так как замки стоят телевизоре но вот я разобрал и начинаю ремонт с капота делаю все резиновым молотком не спеша чтобы ничего не треснуло но первоначально я выбил потом при подгонке с фарами с решеткой дочекали сейчас самое главное залом виде палатки тоже аккуратненько постукиваю и на это у меня уходит довольно таки много времени так как сильно передавить не могу сразу алюминий сломается и когда это все дело закончил принимаясь за переднюю панель вот соорудил такую конструкцию чтоб раздавить залом и затем постукиваю и отсверливаю верхнюю часть без этого не обошлось некоторые усилители тоже снимаю ровняю и все обратно свариваю моего как бы эта часть готова теперь измеряю диагональ гаражеронов и как выясняется не очень-то они на месте придется немного их сдвинуть вправо вот обхожусь без стапеля упираюсь конечно дрона и тяну не самый хороший вариант вот чтоб не снимать всяких защит это нормально ну и измеряю заодно сколько надо потянуть смотрю зазоры и применяю балку если что-то не совпадает подтягиваю ну и вот правым желом я тяну левый толкаю при этом все измеряю когда все на месте прикручиваю верхнюю часть телевизора примеряю балочку и скручиваю все внутренние части телевизор покрасил и затем только начал скручивать потому что внутри стоят замки и потом красить будет неудобно крепление радиаторов сверху и затем ставлю примеряю точнее фары одну вторую пересмотрю зазоры на этой фаре как бы такой зазор на второй фаре может быть другой сейчас мы проверим да зазоры чуть-чуть разные их надо подправить вот это вот место крепления фар померил они чуть-чуть сдвинуты их просто надо подстучать вправо и затем можно прикручивать фары и примерять все остальное ну вот постучал зазор сейчас идентичный с одной с другой стороны и примеряю бампер куча всяких железочек как всегда в Берседесе зачищаю поврежденные места и как бы на этом кузов готов то есть эта работа сделана осталось покрасить вот такой сейчас вид снимаю все это обратно и буду готовить к покраске то есть шпаклюю затираю грунтую опять затираю и затем крашу 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 итак итак машина готова под покраску обклеена крашу ну все машина покрашена начинается опять сборка собираю бампер ставлю фары ставлю бампер ставлю защиты нижней подкрыльники и все остальные пластмассы которые здесь стоят а их немало часов orrág шпак шпак ш Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok